Пусть верблюд и не был персонажем рождественского вертепа, но зато он неплохо соседствует с овцами. Внешняя часть духовного центра тоже должна быть прекрасна, задумывали идейные вдохновители объекта еще три года назад. Новую святыню решено было присоединить к прежнему храму. Главное то, что я сюда прихожу для того, чтобы попросить о здравии всех близких, чтобы было благополучно у всех просто. Прихожане к центру уже выстраивают очередь. Многие из любопытства. Храм, в котором есть место и центру народной культуры, и библиотеки, и воскресной школе, априори вызывает интерес. Ведь такого в регионе нет больше нигде, кроме как в Ахтубинске. Занятия в духовном центре проводятся ежедневно. Группы обучающихся уже сформированы классы, мало чем отличаются от обычных школьных. Различия в учебной программе здесь не выводят математические формулы, а скорее формулы с философским подтекстом. Идейный вдохновитель святыни Владыка Антоний. Именно с его легкой руки проект Духовно-просветительского центра одобрил и патриарх Кирилл. В здании на площади в тысячу квадратных метров нашлось место даже спортзалу. Пока батюшки приходят, отец Андрея. Нет, ну батюшки должны. Отец Андрей, давай, давай. Сжигать. Человек это не только душа, человек, личность это все и тело, и душа все вместе. Я уверен, что это послужит нашим общим целям, чтобы народ Божий наш был воспитан в определенном духе патриотическом, в духе религиозном. В какой-то степени возведение подобных духовных центров – восстановление исторической справедливости. В одном только регионе век назад разрушили сотню святынь. В их числе были и ныне позабытые духовные центры, в которых можно было не только молиться, но и просто проводить свободное время. Вот один период воинственной власти, столетий назад, в общем-то, шло по пути разрушения вот этого всего святого. А это прерывало наши отношения, такие внутренние, духовные, или вот эта нить взаимодействия между нами, нашими поколениями и нашими предками. И вот сегодня это восстанавливается благодаря вот этой активной позиции и пархии Ахтубинской здесь, и метрополии нашей. Главное, считают создатели центра, привлечь к нему подрастающее поколение. И это им постепенно удается. Первая рождественская литургия здесь проходила с участием 80 детей. Артем Лепехин, Руслан Срывченко, Центр новостей.